здравствуйте еще раз еще раз потому что сегодня я уже одну запись сделала 31 у меня даже еще название для нее не родилось она еще на площадке не выложена и я делаю уже следующую запись о тех энерго новостях с которыми в принципе то я и пришла изначально но там разговор пошел сначала не о них точно хотя в принципе сейчас я когда уже прожила это время после нее я увидела связь и очень большую в принципе все лично для меня прозрачно логично даже где-то закономерно по каким-то моим законам видимо тут все это разворачивается нами виду по законам когда ты живешь вот жизнь вместе то здесь она сама как-то все и происходит для меня все понятно я надеюсь вам тоже станет также более понятно когда вы прослушайте уже эту запись заканчивая предыдущий разговор я не скрыла что он для меня удивителен стал хотя я уже и не удивляюсь каким-то поворотом разворотом глубинам которые открываются во время общения с вами в то же время я почувствовала что-то неожиданно глубокая и когда заканчивала я и сказала что интересный разговор получился неожиданный а сейчас я вот начиная эту запись вспомнила что перед каждой своей встречи с вами в любом формате консультация группа запись для подкаста пост чем любом формате когда я собираюсь выйти в мир к людям я делаю определенные личный сон настрой в том числе прошу всех тех кто со мной всегда на связи помочь мне быть чистым проводником всего того что мне нужно передать для каждого кто встретиться в сегодняшнем дне и и конечно же это не слепое доверие всему тому что ты вот льешь как говорится и льешь это здорово когда ты проявляешься так как чувствуешь но в то же время это и ответственность это всегда тоже я помню и и всегда ее чувствую беру на себя и не скрываю этого очень часто завершая свои посты я так и говорю что я беру на себя ответственность за то что я передала но я не беру ответственный за то что вы услышали то есть мою часть ответственности я осознаю всегда я всегда отвечаю в первую очередь перед собой и перед теми с кем я на связи вот поэтому и это вступление для меня неожиданно потому что я думаю что я просто приду и начну говорить все-таки об энергоновостях но видимо такое послевкусие того разговора продолжается и она тоже и важно и нужны и для кого-то будет полезно надеюсь ну так что друзья наверное все таки поближе к энергоновостям так вот я уже неоднократно упоминала что для меня начало двадцать четвертого года это время примерно такое же по смыслу как пандемия смысл пандемии большой глубокий важный кто его увидел тот увидел и фактически себя просто переродил наверно так могу сказать ну кто как доходит до этого смысла лично я его вижу видела сразу изначально и даже задолго так вот для меня начало двадцать четвертого года примерно та же самая история только понятно в другом уже виде на другом уровне там была подготовка на самом деле а сейчас уже пошел совершенно другой разговор но смысл примерно тот же самый сейчас очень важно уметь как раз держать ту связь собой о которой я и говорила в предыдущем пусть и слушайте сейчас просто поражаюсь как логично все-таки выстроилась это беседа потому что тогда смысла нет объяснять что вот что сейчас происходит так вот что касается поближе к жизни то что у нас происходит за окном с 10 марта у нас начался серьезный трансформационный период он называется червоточина это время начинается за две недели до коридора затмений всегда и оканчивается после коридора затмений через две недели тоже так вот у нас коридор затмений будет начинаться солнечно лунным извините лунным затмением 25 марта и закончится солнечным затмением 8 апреля если вы особо не погружены какие-то астрологические тонкости откровенно говоря я тоже я вот эту информацию беру для себя точечно с практической точки зрения чтобы просто понимать что происходит чтобы у меня была нарисована внутри моя картина которая мне дает опору определенную информацию знания чтобы уметь в этом периоде жить ну понятно в первую очередь помочь себе потому что сейчас первую очередь мне кажется вопрос вопросов как помогать себе как адаптироваться к этим условиям вот самое главное так вот я не погружаюсь вот эти вот светило куда они ходят по каким узлам вот откровенно говоря при всем уважении к труду специалистов которые занимаются этими вопросами это но не моя задача я только вот со своей колокольни вам озвучиваю то что знаю если у кого-то есть желание погрузиться больше ради бога мне вот этой информации достаточно так вот коридор затмение у нас будет с 25 марта по 8 апреля и червоточина начинается за две недели до и оканчивается две недели после в двадцать третьем году у нас насколько я помню было аж 4 коридора затмение вот лично меня там проколбасила по полной программе это очень хорошо помню и вот сейчас у нас двадцать четвертом году два коридора слава богу меньше потому что на самом деле это очень мощное очень непростое время но в то же время это огромное благо я сразу хочу вам сказать что все что я говорю это не для того чтобы там вас припечатать напугать нет я говорю для того чтобы вы знали владели информацией могли себе позаботиться это просто ресурс это просто данность реальность я всегда говорю кто предупрежден тот знает а значит легче и проще жить и поэтому лично я честно говорю я вижу в этом периоде самое главное это благо я вижу благо честно говорю потому что все что я прожила за те периоды которые уже прошли но для меня это действительно это как будто ты не одну жизнь прожил точно и смысл периода очень глубокий на самом деле слово неприятное червоточина но очень емкая и понятное что такое червоточина это вот представьте яблоко червяк провел его насквозь получилась дыра представили так вот что касается реальность и сейчас такая червоточина образовывается уже образовалась 10 марта в пространстве и получается это такого своего рода тоннель между двумя точками в пространстве когда из одной точки человек в принципе мог бы попасть в другую точку своего развития так скажем по окружности яблоко представляете вот он бы шелтом по своей линии жизни как по окружности яблоко то есть это заняло было определенный такой путь а сейчас тот период когда можно попасть ту же точку только быстро напрямую вот как через тот тоннель как тот червяк который проел яблоко насквозь и оказался на другой стороне вот тоже самое только это в пространстве и дело в том что здесь увернуться от этого не получится ни у кого тащат туда всех абсолютно всех людей это касается абсолютно каждого поэтому это еще раз я говорю вот эта информация является благом потому что она касается абсолютно всех она не выборочная это как закон гравитации который действует на нас всех закон физики мы все здесь на этой планете и мы все находимся под его влиянием то же самое вот это червоточины вот это энергетическая так скажем как это сказать то в общем энергетическая такая штуковина вот самое такое простое слово приходит я не знаю как сказать тоннель когда мы из одной точки в которой мы сейчас находимся уже начинаем движение к другой где нам похоже и надо быть по очень короткому пути и понятно что поэтому здесь в концентрированном виде начинает происходить то это трансформация ради которой все это и происходит понимаете вот если бы мы вот шли и шли и шли по окружности этого яблока то понятно мы бы там сегодня там один момент завтра другой момент осознали третий в общем третий день еще какой-то а тут все быстро и поэтому сейчас шелуха начнет слетать только шум стоит и шелуха начнет слетать и из людей сейчас поэтому все полезло и как из всех щелей все что только там должно вылезти уже давно наверное скопилось и должно быть вычищена но только люди почему-то этого не делают по каким-то своим причинам вот я это очень четко увидела 9 марта 8 была благодать воздухе летала любовь весна нежность в мире чувствовалась такая нега вот просто тут вот что-то шелковое вот я лично ощущала в пространстве просто каждая клетка радовалась но что стало происходить 9 марта у меня был просто шок я утром вышла в магазин и тут же стали происходить такие моменты которые мне стали прямо такой то что это ой а что это сразу буквально тут же вот я со своего девятого этажа всегда спускаюсь пешком ну и поднимаюсь пешком всегда вот и тут я значит спускаюсь пешком стоит соседка мы всегда со всеми здороваемся всегда уж как говорится друг друга в лицо знаю ну даже новенький ты всегда здороваешься как сторожил уже естественно соседка какая-то вся шуганная какая-то вся я не знаю ну всякое бывает я ничего не говорю но мы с ней буквально вот лицом к лицу встретились и она прям как это игру здравствуйте доброе утро наш прям от меня не знаю как вообще она поздоровалась но это было нечто состояние думку то странное бросилась прямо в глаза знаете вот как будто как афония какая-то невозможно не заметить выхожу дальше думаю интересно понаблюдаем дальше стала проходить через дорогу я уже говорила ну по моему где то что у нас такая атмосфера в нашем районе очень приятная вежливая культурная тут люди как-то вот чувствуется что какое-то другое отношение внутри имеют друг другу например вот ты переходишь через дорогу даже если нет пешеходного перехода водители останавливаются они не должны они не обязаны тут вроде бы нет знаков но люди как-то останавливаются особенно если ты с пакетом идешь еще что-то это как-то нормально я даже вот сколько раз подходила уж вроде бы стоишь ну и не торопишься никуда они стоят они реально стоят пока ты не пройдешь ты проходишь кланяешь так головой киваешь знак благодарности идешь дальше вот я лично прям всегда обалдеют этого отношения взаимного тут я стою с пакетом сползаю сейчас же лед у нас тут еще как говорится только только ранее весна у нас тут такие глыбы льда везде все это так медленно тает вот стою вот на этом при горке на каком-то ледяном и едет машина из двора я но автоматически немножко так притормозила на всякий случай потому что я не знаю может быть это не наш и слава богу что притормозила на автомате уже как говорится все равно безопасность срабатывает и слава богу притормозила иначе бы я на машину бы влетела вошла бы точно нежно потому что он просто знаете едет а я еще думаю ну наверное девушка за рулем все-таки вчера был праздник восьмой марта смотрю нет мужчина думаю ну я еще так улыбнулась все марта закончилась живем дальше все кино закончено пришли будни обыкновенные ну и это еще не все вот там еще короче говоря были ситуации и продавец в магазине какая-то нервная была вроде утра вроде праздник был вчера еще как говорится рабочий день не только-только начался он еще не завершается обычно там в конце рабочего дня продавцы бедные уже никакие тут начало вроде бы еще цветы рядом стоят около нее вообще на таком взводе просто все нервно хотя до этого раньше эта девушка абсолютно нормальная спокойная приветливая чаще вла тут просто понимаете я все понимаю что у всех все бывает но тут как-то все вместе стало складывается вот одни бусины буквально одного и того же содержания друг другу липнут и ты начинаешь уже так посматривать что это что вообще ну понятно на автомате а что это для меня вообще может быть это у меня тут как говорится поперла из всех щелей первое вот но потом уже когда я всю эту чашу собрала в себя вот ну понятно не специально ходила собирала я просто хожу делаю свои дела прихожу это все на автомате у меня работает вот и потом я почувствовала что что-то здесь не то явно вот явно что-то не то спасибо интернету за то что всегда на связи залезла смотрю ну здравствуйте конечно конечно же великие события нам предстоят я даже не удивлена вот информация что с 10 марта начинается я-то нашла информацию что коридор затмений начинается я-то знаю что червоточина идет то я уже думаю ну все понятно уже пространство заколыхалась и в общем соответственно и люди это уже начали транслировать так вот вот это время как раз и дается нам друзья чтобы увидеть в себе все то что мешает на сегодняшний день у каждого свои приоритеты критерии опоры у каждого все свое что для него является ценностью но как мне кажется вот лично для меня главный критерий это спокойствие спокойствие а вот в это уже каждый вкладывает свою и для меня вот это все время начавшийся с 20 кстати года это все время разговор с собой это все время разговор о себе это все время возвращение нас к себе для того чтобы мы сами себя же и вспомнили для чего мы вообще куда мы вообще об этом начала говорить вот предыдущей записи и чувствую что это как раз такой большой разворот который необходим снова необходим потому что вовремя мы сами о себе не заботимся мы не заботимся о своей психике мы не заботимся о своих делах да мы живем как можем и чаще всего мы не умеем этого делать изначально науке жить с собой согласие никто нас не учил как правило наоборот история другая и сейчас такое время что для этого уж как хотите понимаете мои слова все условия созданы не получится перескочить не получится перепрыгнуть мы все идем через этот тоннель вопрос как каждый как проходит я предпочитаю знать об этом понимать это и двигаться по обстоятельствам вовремя помогая себе обязательно это в первую очередь я поэтому и не смогла прийти сразу как только я получила эту информацию я же выходила я имею ввиду когда я впервые получила этот разворот это было 9 марта сегодня у нас насколько я помню так какой сегодня марта 14 сколько дней прошло и за это время у меня уже прошли свои процессы видите я не прибежала сразу на автомате вам не стало это говорить потому что я сначала все проживаю сама у меня был помню импульс вроде бы но я прям почувствовала что-то не то нет нет это не просто такая информация как обычно вот есть иногда такой импульс то действительно знаете вот пошло и пошло нет это что-то другое я прям почувствовала что что то фоном стоит я рада что я остановилась тогда дала время по полной программе прожила то что прожила прямо скажу вам по моему очередное какое-то перерождение 12 марта и откровенно говоря у меня даже был под вопросом была под вопросом встреча которая назначена на 17 число вот но слава богу вроде все нормально оклемалась и но поднялся опять очередной пласт и делала и смотрела села на попу ровно не то что села на попу ровно уложили во весь рост и легла и смотрела и обращалась за помощью да и опять увидела знаете ту историю которую я увидела в августе 23 на тургайке тогда мы с екатерина жиделевой ездили с группой на тургаяк вот и во время одного из ну в один из моментов когда уже семинар наш двигался к завершению откровенно говоря уже хронологию так не могу вспомнить мы там были не один день я увидела как открываются такие подвалы я увидела что работа была такая глубинная такая сильная мощная и все люди то такие сильные мощные понимаете только по готовности только по возможностям человека дается я в этом увидела силу людей которые там собрались потому что когда я увидела подвалы я думаю вот это да какой запрос у всех оказывается скрыть свои подвалы и они открылись я еще тогда говорю ну вот сейчас мы будем смотреть и естественно и у меня не открылись это естественно и естественно я смотрела и естественно все это время моя личная внутренне гигиена со мной всегда как зубы почистить да и вот когда 12 марта 11 и 12 марта я проживала свои процессы очередные я увидела те подвалы которые тогда увидела на трубойке сейчас такое время скрываются снова подвалы кто-то их называют скелеты в шкафу кто камни за пазухой кто как но в любом случае это то что фонит не дает покоя иногда мы даже не догадываемся об этом но что-то влияет незримо и меня когда еще помню начали вот укладывать причем так быстро вот считаете сервоточина началась 10 числа у меня модуль был а на следующий день у меня уже началась вот эта вся свистопляска тут конечно много чего и от внешнего мира тут много чего как говорится вот ну я по крайней мере со своей зоной ответственности разбиралась и вот я тоже много что увидела вот и увидела очередные вот эти темы которые стучались и темы очень серьезные лично у меня поднялась тема боли я уже в какой-то записи это озвучивала разговор с сердцем и вот представляете это вот был новый такой шаг уж вроде бы уж вроде бы как говорится столько было вытащено озвучено выгружено и все и все имеет место и все это же все в тебе это же все во мне было и опять новая вот эта волна только еще глубже пошла и опять она есть это ж сколько это ж сколько там всего этого а куда деваться вот а куда деваться это все я я вот такая причем вот этот пласт поднялся это вот из этой жизни уже из этого воплощения я вообще уж вроде бы такие темы такая тема поднялась я думаю я уже ее там господи обсосала извините за выражение ну вот вот уже все и посмотрела и вылезала и уже приняла и прожила и было 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 и вот оно еще выползло реально знаете вот как из небытия вообще неожиданно это было очень неожиданно для меня и с таким разворотом вот вообще у меня был где-то полный шок вот 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 и поэтому я увидела что я много что увидела наверное это не сейчас точно договорить просто наверное я сейчас как-то подробнее на этом остановилась чтобы показать что ну нужно уделять этому время обязательно вот и помогать тебе обязательно обращаться за помощью обязательно к тем специалистам кому вы доверяете если не справляетесь конечно вот и вот уже после этой работы хотя в принципе и до нее еще до еще до нее я прямо увидела как мир прям буквально сейчас сильно разделился на таких два основных лагеря вот прям ровно ровно 50 на 50 вот один с которым ты на одной волне вот а второй который вот не на одной волне и это очень четко я увидела в такси сажусь в такси в одну сторону я сажусь с улице у меня легкий пуховик сажусь в салон там жарко душно мужчина водитель сидит в футболке я чувство на меня печкой несет я говорю будьте добры выключите печку жарко но он выключил печку и я чувствую мне этого недостаточно мне не просто жарко мне душно я задыхаюсь я уже и пуховик расстегнула я без шапки тот момент было просто капюшон накидывала на улице вот я сижу и мне прям реально и жарко и душно я начинаю жать клавишу окна чтобы его открыть а ну не открывается игру разблокируйте пожалуйста окна я хочу окно открыть не очень душно он такой говорит все ездят курят я поэтому окна не открываю я говорю но я не курю мне откройте пожалуйста окно он говорит мне будет холодно я говорю мужчина ну так оденьтесь в салоне невозможно жарко он год так вы снимите куртку я группа дождите игру я пассажир я села на несколько минут не главное доехать от точки а до точки п почему я должна раздеваться может вы оденитесь вы же водитель я прекрасно понимаю что вы создали себе все условия для себя но так вы же работаете с людьми для людей как-то непонятно кого вы возите в этой машине такое ощущение как будто только себя мне о каком не горит мне нельзя одеваться тепло мне нельзя одевать куртку а сидит очень полным вот очень полный мужчина игру мужчина давайте найдем какой-то вариант пожалуйста иначе игру мне просто придется тогда наверное остановить эту поездку но мне не хотелось бы сейчас потому что время меня ждут назначенное время вот давать игру найдем какое-то решение могут печку я выключил окно разблокировал и мы как раз подъезжаем а там зданию куда мне надо было проехать там такая дорога как кишка вот вообще и вся перегорожена этими тракторами снег чистят вот реально надолго вот я сижу опять мне дурно прям я говорю я начинаю открывать дверь и она заблокирована я говорю мужчина откройте пожалуйста дверь давайте сделаем так я выйду подышу буду стоять на улице когда там закончат и машины начнут пропускать я сяду и мы с вами поедем он да ладно уже открывайте окно душите так дверь он так и не открыл я открыла полностью окно и так дышала все время пока нам не освободили дорогу вот это один вариант второй вариант встреча состоялась необходимое я вызываю машину ехать обратно приезжает точно такая же машина точно так такого же цвета точно также мне присылает комфорт плюс я вызываю комфорт вызываю приходит комфорт плюс вот ну понятно только другие номера и другой водитель совершенно другая история вот просто небо и земля сажусь в эту машину дом родной никаких вопросов все комфортно все прекрасно все замечательно приехали замечательно с мужчиной общались вообще-то практически не общались мы по крайней мере все было очень комфортно замечательно вот пожалуйста этот мужчина работает для нас и этот мужчина работает для нас а состояние у всех разное кардинально меня поразило что машины одинаковые цвет у них одинаковый а какое разное содержание и таких ситуаций было очень много у меня вот прямо знаете вот идешь и прямо один в один вот сначала одна такая ситуация потом ровно наоборот следующая вот уже совершенно другая я увидела как началось прям резкое разграничение людей в состоянии и она еще больше будет усугубляться я к чему это все рассказываю вот я вижу прямо уже прям между людьми становится пропасть и очень сложно очень сложно коммуницировать очень сложно прямо достучаться докричаться вот за тех людей которые находятся по другую сторону считывается огромное напряжение приходится тут в общем лавировать и лавировать когда приходится взаимодействовать как-то ну а куда деваться вот применяем жизни на полную катушку как только получается и можется а иначе никак причем это стало проявляться даже в людях от которых вообще я никогда не ожидала таких реакций вот буквально выстреливает вот знаете как как это говорят как черт из табакерки вылетает но опять же это все объяснимо я же говорю колбасит всех абсолютно всех колбасит и и всех колбасит и по эту сторону и по ту сторону колбасит всех только у каждого своя история и и каждый на выходе из этой червоточина будет опять иметь свой результат те кто с открытыми глазами понимает делает вовремя услышите еще ключевое слово вовремя то что нужно сделать то есть вот зацепила что-то разберись посмотри что здесь твое если есть что твое что-то с этим сделать чтобы это убрать чтобы это трансформировать чтобы это изменить и в итоге облегчи себя же свое же состояние иначе это этот крючок так и будет торчать из тебя и будет цепляться за всякую шнягу там во внешнем мире зачем тебе это надо и будешь собирать это все зачем не надо лично мне точно вот ну и все и живи дальше уже точно легче без этого добра мягко говоря в кавычках вот поэтому я выбираю так ну а те кто как говорится живет как живет как получается в общем то конечно там грустно и грустно и все грустнее вот и ладно бы еще как говорится это только их личное дело было но дело то в том что они со своим состоянием влияет все где они находятся эти люди вот в чем дело это же отрава это отрава распространяется и дальше вот в чем дело на окружение на семьи на детей на общение с другими людьми вот в чем дело в принципе это было всегда просто сейчас это очень сильно обнажилась проявилась нам показана суть жизни а по сути суть нас нам показывают что мы себя представляем на самом деле я еще раз говорю нас ведут к себе же вот этими всеми всякими коридорами червоточинами затмениями изоляциями нас ведут к себе же не больше не меньше потому что я надеюсь уже никто не будет отрицать все что все что создано вот все все сейчас на планете это результат человеческой деятельности да очень много здесь как говорится я не говорю там про животный мир растительный нет а вот то что вот сейчас мы наблюдаем вокруг и от чего мы захлебываемся страданиях от боли это же все результат человеческой деятельности ну согласитесь итог нравится каждый отвечает для себя сам если вас устраивает то что происходит в мире и вы считаете что вас этого не касается что вас это это не касается что-то как-то замудрила и не могу сейчас переслушать обратно не буду останавливать если вас все устраивает то в принципе наверное вопросов то нет я для других людей сейчас говорю кого не устраивает то что происходит там я понимаю что мы там не можем изменить и влиять я не про это тем более там накоплено тысячелетиями но мы зачем-то сюда пришли но мы зачем-то здесь родились неужели весь смысл только в том чтобы покушать попить поспать в туалет сходить ну что-то еще сделать помимо этого и все что ли что-то как-то на смысл жизни-то не тянет лично у меня нет у кого-то может достаточно не претендую так вот основную новость узнаете может вы ее и знали просто я со своей точки зрения вам объяснила мое видение кому-то надеюсь оно поможет более спокойно воспринимать это время а значит ресурсно вот значит легче будет ну и какие рекомендации давайте наверное я еще о симптомах могу сказать потому что я и сама их тоже проживала и сейчас тоже все равно где-то ощущается потому что время хочешь не хочешь даже если я вот тут себе помогаю оно все равно влияет энергии то одни вот так вот чтобы я здесь в список симптомов внесла явных таких это бессилие обесточенность размытое такое состояние знаете очень размытое внимание иногда такое ощущение как будто вот реально крыша куда-то поехала такое ощущение как будто полуобрачное состояние даже иногда жутко становится поэтому здесь очень важно очень аккуратно двигаться вообще особенно вот по нашим гололюдным дорогам прямо аккуратно вот все внимание вот реально вот прям в этот в этот прямо вот как вы ставите ногу потому что размытость очень сильная чтобы избежать травматизации и особенно это конечно касается водителей будьте аккуратны никаких высоких скоростей и так я всегда говорю тормозите друзья тормозите как только можете а сейчас еще больше нужно жать на педаль тормоза прямо нежно вот несите себя нежно самая главная рекомендация и поэтому опять я вот наблюдаю участившиеся аварии вот что еще ну и конечно помогать тебе вовремя помогать тебе вовремя это конечно же вообще было есть будет я это всегда говорил и буду говорить это дыхание обязательно следите за своим дыханием дыхание очень помогает восстановить восстановление дыхание очень помогает вот в прохождении вот этих вот моментов убирает те спазмы в которые мы прямо непонятно погружаемся очень часто вроде живешь живешь и даже не замечая что дышать перестаешь вот от этого напряжения внешнего которое очень сильно влияет поэтому вот помните всегда дыхание глубокое дыхание в живот через нос задерживаете дыхание и потом медленно выдыхаете через рот вот и так ну хотя бы утром в обед и вечером обязательно чем чаще тем лучше вот или в машине сидите там где-то на светофоре в пробке вот тоже пожалуйста пользуйтесь вода вода обязательно она сейчас очень сильно необходима как раз вот вычищать наши внутренние шлаки помогать нам быть гибкими более адаптированными она тоже очень важна и нужна одеваться по погоде одеваться даже не то что по погоде по самочувствию вот еще важный момент глючит термостат тело тело кидает то в озноб то в жар такие резкие перепады и я это кстати наблюдаю по погоде то солнце вот весна 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 то резкий переход прямо зима 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 пасмурный вот даже вот вчера и сегодня совершенно два разных дня как будто вот вообще между ними никакой связи нет нет какого-то логического перехода какого-то вот такого понятного очень резкие перепады и точно так же в теле точно так же поэтому одеваться прям по самочувствию и еще очень важный момент могут быть трудности с пробуждением тяжелое пробуждение такое какое-то прям надо себя заставлять тело знаете такое как баржа такое вот прямо неповоротливое кажется что ты такая большая занимаешь тут вообще чуть ли не всю комнату вот тело очень тяжелое клетки такие тяжелые это все это все вот как говорится влияние внутренних истории внешних тут все в кучу короче идет поэтому помогать тебе надо вот игру дыхания вода прогулки только не торопиться вот только не торопиться лучше медленно и лучше не надо точно не надо не на светофорах не надо бегать не за автобусами не надо бегать никуда не надо бегать поверьте вот сейчас точно не то время но опять же слушаете себя выбираете вы тут я как говорится не вмешиваюсь я озвучиваю то как я живу вот что еще что то я еще хотела сейчас две секунды подождите а еще такой момент вот родился такой тест на состояние такая небольшая диагностика вот сейчас очень показательно состояние ваше истинное состояние оно сейчас очень явно проявляется через тело ну я думаю здесь никаких открытий я не сделала и вы это сами прекрасно знаете многие так вот вот прямо сейчас вот я с вами разговариваю почувствуйте можете ли вы продышать спокойно свое тело вот если вы не можете продышать продышаться полно как хотелось бы это говорит о том что вы ну как бы не то что отклонились но по крайней мере есть какие-то моменты которые надо посмотреть в себя возможно достаточно будет просто протрясти тело какой-то физической активности добавить еще что-то возможно вот если после всех игр с телом которые вам захочется сделать вы все равно не сможете продышаться то это говорит о том что есть вещи которые нужно прямо вытаскивать из себя и они уже прям вам не дают дышать дышать полно и чувствовать себя комфортно и ресурсно как нужно вот поэтому вот это один момент тело не может продышаться еще один момент это тело знаете знаете такое которое ничего не хочет вот вообще ничего не хочет я вроде бы и хочу сказать кое-что еще мне не дают вообще вот идет прямо тело ничего не хочет я всегда говорю что когда тело ничего не хочет это сос не одна женщина задавала вопрос бывает ли у меня чудо лени и что я с ними делаю если они бывают я всегда говорю что для меня лень это не лень для меня это особый разговор моего тела со мной потому что если уж называть это состояние ленью то у нее очень много лиц и очень много языков в этой лени я не знаю как у других лично у меня лень просто так никогда не приходила и не приходит это всегда в первую очередь необходимость паузы и тишины элементарных элементарных даже не для того чтобы сесть разговаривать с собой смыслы какие-то искать а просто отдохнуть элементарно это значит тело измождено так что уже все у нас просто принято это называть ленью и с детства так говорили что тунеядец там в общем ленивый это все были туда закопаны эти понятия вот ну там свои крайности были конечно про тех же тунеядцев сейчас что-то может я не туда пошла но я просто говорю что у нас отношение к этому слову оттуда еще ну а я вот за мои годы накопала что оказывается у лени бывает другая история лично я ее проживала по полной программе вот поэтому предлагаю не игнорировать это состояние посмотреть в него глубже так что еще только что было и там пока вот в подъезде начали греметь мусоропроводом мысль была отвлекли меня сейчас секунду постараюсь поймать снова так так давайте попробую так пойти так дыхание вода продышаться лень отдохнуть что-то было сейчас да конечно прогулки на природе такое ощущение что-то не то схватываю то есть это то но это это тоже очень важно очень важно очень важно вот вот обращаться за помощью вовремя так так про термостат а про термостат я сказала вот отвлекли и и все я прям вылетела ладно друзья наверное на сегодня достаточно в принципе главное я сказала наконец-то я озвучила эти обещанные энергоновости ну а в принципе время это 59 минут уже ой 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 целый час интересно так а как будто прям как одна минута так интересно вот такое ощущение как будто что-то стоит так ладно посмотрим что дальше нам откроется все друзья если есть желание пообщаться поделиться пожалуйста я открыта на связи прямо сейчас все равно не отпускают и все это посмотри и мыслей то как таковых нету что скажем да что пanium м м м м м м Я вспомнила еще один важный симптом. Тошнота. Это важный симптом. Вот именно сейчас его озвучить важно. И знаете, еще такое состояние, как будто ты тоже резкое такое состояние, я имею в виду резкое по своей разнице, то ты прям голодный-голодный. Начинаешь есть — это шнота. Тоже такое бывает. Вот этот момент очень важный, потому что если он у вас присутствует, обратите на него внимание. Потому что тогда это говорит о том, что много что не перевариваете. И это нужно обязательно разбирать, потому что иначе это уже потом, конечно, если уйдет глубже. Я имею в виду разбирать не только с физической точки зрения, разбираться, понятно, помогая себе, а с психологической точки зрения, в чем причины, что вы не принимаете, какие ситуации в жизни не принимаете. Вот очень важный момент, да. Потому что вот у меня тоже пошло вот уже один из симптомов, который меня прямо зацепил, это был вот именно этот. Так что имейте в виду, что сейчас вот такое время. Доставайте все свои инструменты, которые вам помогают в жизни, и вообще сделайте их постоянными в своей жизни. Все, что вам помогает, выравнивает, успокаивает, доставайте все и пользуйтесь постоянно, постоянно. Не от случая к случаю, уже такое время, а постоянно. Сделайте эти навыки уже вот естественными в своей жизни. О своем энергетическом состоянии заботиться просто правильно. Это и есть грамотное проживание жизни сейчас. И только такое проживание позволит вам быть спокойными. Я имею в виду, позволит вам просто быть и жить сейчас. Уметь адаптироваться к этим условиям. Без этого навыка уже точно никуда. Сейчас люди, которые не умеют это делать, знаете, прут как танки такие. Я их вижу, вот опять же, те же машины, вот ту же соседку. Я их какими увидела. Это люди, знаете, как такие вот бронетранспортеры. Такие прут вот реально. И у них точно не гибкие границы. У них точно нет вот этого потокового волнового состояния. Об этом даже речи быть не может. Там один взгляд чего стоит, господи. Тот же водитель в такси. А эти люди есть, вот, пожалуйста, в нашей реальности. И куда деваться? Ты с ними сталкиваешься. А если ты такой же будешь, и он такой же, вот, представляете, лоб в лоб там. Там даже, может, и в лоб в лоб-то не надо двигаться. Но, по крайней мере, вот эти бронетранспортеры всего того, что там накоплено, личного дерьма, уж точно зацепятся. И мало никому не покажется. Я это так вижу. Поэтому я предпочитаю состояние легкое, гибкое, текучее. Вот, как хорошее растение. Приспосабливаемся, приспосабливаемся. И уходим от этого всего. Ну, конечно, вовремя я умею сказать. Я этому водителю сказала пару ласковых. Как сочла необходимым. И так сказала, что он уже потом совершенно иначе. Вот. Так что вот такие дела. Ладно, друзья. Сейчас точно буду завершать. Сейчас вот у меня ощущение завершенности. Да. По крайней мере, никаких таких моментов я не чувствую себя. Все. Давайте еще раз с вами прощаюсь. Надеюсь. Сейчас уже точно. Хорошего у меня легкого. Легкого состояния. И, значит, и легкого дня. Всех благ вам. Я на связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok